Вот, отец, я вам хочу порадовать и вас получил, как сказать, бумагу, официальное подтверждение от митрополита Виталия. Это с Америки, да? Да, митрополит, это первый раз русско-православной зарубежной церкви. Написано так. Игнатию Тихоновичу Лапкину преподается нами Божье благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность, проповеди Слова Божьей, защиту и укрепление веры в Российской Православной Церкви. Митрополит Виталий, первый иерарх русской православной зарубежной церкви, архиепископ Нью-Йоркский, Восточно-Американский, Канадский. Ну и книга вторая, каноны, книга правил, тоже. Даруется Игнатию Тихоновичу Лапкину, сия книга правил, ради его миссионерских всесторонних трудов, во славу Божьей, на укрепление защиту православной веры в Российской Православной Церкви. Да и молимся, да, но нас посетили наши друзья, и самое главное, мой духовный отец, с которым уже мы много лет общаемся, и наставляет мне веры в благочестие. Это Игнатий Тихонович Лапкин. Он православный миссионер. Протеерей Олег Стеняев. 12 февраля 2015 года. Игнатия Лапкина, помню, как талантливого полемиста с сектантами и строгого православного аскета. Но давно, с советских времен, его не видел. Мир ему и благословение Божие. Поставлена задача зарубежные приходы уничтожить, а они не уничтожаются. Тогда дайте им расписку, что их нету. Это политика. А нас куда-то дели? Нет. Теперь к нам приезжает современный, сегодняшний митрополит Сергий Иванников. Московского патриархата, Барнольский, Алтайский. Регулярно, два раза в год, потеряю, и здесь вот я где сижу. Вот в этом месте у меня у стола он был. Вы видели, какие наши встречи? И он первым делом поминает патриарха, дальше первосвятителя зарубежного, первосвятителя русской православной зарубежной церкви, нью-йоркского, там перечисляет его. Где-нибудь он еще перечисляет? Нет. Значит, он точно знает, что мы относимся к зарубежной церкви. Тем более, Иларион приезжал, и они с ним были, куда-то поехали. В это время отец таким с ними встретился, благословился. Они это знают. А то лишаются благодати, не имеют там то другое. Это что? За что? Мы единственные остались верны. Два прихода. Мы не шевельнулись никуда. Ни в поминании. И тогда мы московскую патриархию, когда считали безблагодатной, нас били те, которые перешли туда, долбили, а мы всегда признавали ее благодатной. Я бы в помине, Господи великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха, Московского и всея Руси, и Святого Троица Сергия и Лавры, Священного Артемандрита, и Господина Высокопреосвященнейшего Илариона, Первая Иерарха, Русской зарубежной церкви, Их же даруй святым твоим церковь, Миле целых, честных, здравых, долгоденствующих, Право правящих, Слово Твоей Я истинны. Они над нами сиганули, только рясами задели нас. Мы ни шагу не шевельнули. Вы считали характеристику, которую запросила Русская народная линия обо мне, и какую серьги написал им? Не читал, но выдержите. Нет, я вам ее прямо закончим, я ее прямо оригинал пошлю, на бланке. На бланке. Это может написать только отец родной. Почему Максим Степаненко, когда там нападал на них свой архиерей, он говорит, да, в Алтайской епархии за чужих заступаются, чужие вроде за рубежи, а нас свои пожирают друг друга. Пожирают друг друга, а у нас нет. Вот недавно я с ним беседовал, там больше часа. Он мне позвонил и пригласил к себе. Когда он у нас бывает, служит, он мне говорит, служба заканчивается, он ко мне потихоньку, скажите проповедь, Игнатий. Когда за столом, тут я всегда у него благословляюсь, и начинаю говорить. И все проповеди обречительного характера. И он ни разу не сказал или воспротивился, ни разу. Я говорю, я вам столько говорю, а вы ни слова не говорите. А я вам скажу, я говорю, еще, чтобы вы никогда не умолкали, а всегда и продолжали говорить. Ну, видели, это не подделка какая-то. Да, Господь дал вам злоты и уста благовестий. Дай Бог, чтобы они не затворялись долго. На самом деле, в который Он определил нам всем выйти до этого мира, так что я вам благодарен и преподаю вам Божие благословения. Спасибо. Поэтому разный дулевич, он где-то в семинаре учится, у них ничего нету. Их хорошо описывает Максим Степаненко. У них ничего абсолютно нету. Они там, как с язычниками знаются, по языческим горловым пением слышат, что-то поет. Ну, тувинсы. Он там в туве где-то находится. Да у меня дела до него нету. Мы с ним один раз маленько побеседовали, и меня попросили задержать ролик, не выставлять. А я гляжу, его нету, украли. Украли. Вот и все. То есть, нехорошо делают. Просто скажем. А поэтому, где мы относимся, как относились и относимся. Если на молитве бываете, вы слышите, я каждый раз поминаю патриарха. Поминаю митрополита Тихона, Шевкунова. Своего митрополита. И который был у нас, который против нас был, Максим Дмитриев. И я его поминаю ежедневно. Патриаршие все. И о всем иноческом щине и священническом. К нам претензий от патриархии никаких нету. На что уж там есть ярые, такие, как... Трижды на меня восставал Дворкин. Даже четырежды. И каждый раз пятился. Ему говорят, да вы ошиблись. Ну, не знаю, мне сказали. Ну, виноват тогда. Когда-то тут он был здесь. Ну, и в епархии собрали силовые структуры. Там КГБ, военные, милиция. Ну, и кто-то вопрос задал обо мне. В епархии. А он сразу высунул. Он отвечал. Ну, мы считаем там псевдоправославные. Ну, его вразумели. Встал, я не знаю, кто майор или подполковник КГБ и говорит, а у нас к Слабкиным хорошее отношение. Он за пазухой камня никогда не держит. Он нас облечает всегда. Весь ответ. И все. Ну, куда будет? На кого? Поднимать руку-то. А этот я когда скину материал, вы посмотрите, сколько любви, которую митрополит Виталик грамоту мне дал. Я был там, в Америке ездил. Единственная грамота мерянину, данная у них за 70 лет. И я ездил туда и слышал, как они говорят, по какому фонду? А это только в один конец, 1850 долларов. По миссионерскому. За все годы существования один только человек был по этому фонду. Это тоже. Я каждый день там с Лос-Анджинским архиеписком по Монтониям утром прогуливался и говорил свои материалы, которые к истинному православию, а тогда они были в газетных еще. И он нигде не нашел ничего, кроме одобрения. А он из всех архиереев зарубежных считался самым строгим. Такой он как служил в Иерусалимской миссии, а тогда был в Лос-Анджелеске Антоний Синкевич. Я определенно говорю, это август 1992 года. Так что, если вы недружественны, мне подскажите. Если дружественны, продолжайте. Но больше не надо ничего за глаза искать, потому что вам придется самому отвечать. Я не буду отвечать. Я обложусь сейчас грамотами, которые в последний момент по запросу властей. И вот отвечает обо мне не кто-то, а доктор богословия, профессор семинарии там, академии, Павел Бочков. Я тоже скину и печатает местная метрополийская газета Покров для семинаристов. Вы, говорит, Игнатий его по-разному воспринимает, но тысячи людей, которые пришли, куда вы денете? И все замолкло. Сколько пришло в заключение, сколько в поездке, сколько здесь людей. Почти каждый день. А мы смотрим, уж 3-4 года, вы наш отец, я, говорю, нарожал и знать не знаю. Потому что Бог это делает, моего тут нет ничего. Вопросы? Вот в продолжении, собственно, да, я эти вопросы поднимаю, потому что на них выходишь тем или иным образом. Либо тебе кто-то там подсунет это, либо еще что-то. И вот если есть действительно, да, бумага такая, ну почему не взять официально у них в РПЦЗ бумагу, что вы к ним принадлежите? У них нету приходов. Он правильно говорит. Приходов нету. Нету. Им сказали подписать, они подписали. Чего они будут из-за нас так? Но в мировой истории так не было, что они повинны и бросили. Не было. Ни одного примера нет за 20 тысячи лет. Чтобы они написали. Он правильно говорит. В списках у них мы не числимся. Но мы есть, мы поминаем, мы поминаем. Местный архиереон знает, что мы там и находимся. Над нами власть патриархии не имеет никакого. Они бумагу, какая бумага. Они отреклись и ушли. Он видит, говорит, вора, наемник бежит и бросает овец. С нами поступили так. Но мы так не поступили. Мы убежавшего поминаем. Поминаем, что это человеческая слабость. Ну, мало ли еще там. У нас хорошие отношения сохранились. Мы молимся, они за нас молятся. Вот он приезжал, кажется, позапрошлым году или в прошлом году. Позапрошлым. Иларион. Капрал его фамилия. В зарубежной церкви. И здесь они были вместе с Сергием, местным митрополитом. И батюшка приехал в это время, а с ними и был. Одинаково благословляют, одинаково молятся. Ничего нету. Ну, нельзя таким быть с деревянными мозгами. Мы будем настаивать, когда он не может этого сделать. Не может. Вот патриарх вышел, говорит, прямо, я должен сказать, не хотите. Его тоже надо понять. Напали на патриарха, когда он был там в Гаване с Папой Римским. Ну, а все знают, я его в ответы разбирал, когда он был еще митрополитом. Вы против патриарха? Я говорю, нет. Я сразу сказал, там перестали поминать его там, Лонген, Жар там, кого только не было. На каком основании? Что он сделал там, патриарх-то? Благословились. А это не запрещено. Уже все окатолично. Бритые такие же. Мощатся, мощат только рукой, не крестят. Что вы пристали-то к патриарху? Он ничего не сделал нового, что уже было, уже все предано. А, да вы за патриарха, теперь меня за патриарха еще калашматят. Ну, маленько-то, раскинь умом-то. Ты понимаешь, патриарх говорит, я 51 год учил, ходите в храм, а сейчас должен сказать, не ходите. Я его понимаю. И не осуждаю. А его уже все, анафеме предают там, и монастыри, и прочее. Да разве можно так? Он это сказал, не за то, что отрекся, а чтобы сохранить. Власть может все отрезать. Ну, помолитесь пока дома. Почему я понял патриарха, когда он мне, если так взять, не близкий человек. А может быть и близкий. Я ежедневно за него молюсь. Прямо навалились на его со всех сторон. И считаю, крайне несправедливо. У нас не прекращалась служба. Как была, так и идет. Мы свободные. Нам указ, который дали, они нас не касаются. Патриархийные указы никак. Нам вот это состояние, в котором мы находимся, только Бог мог дать. Никакой власти над нами нету. И мы ни перед кем не виновны. И зарубежные все остались друзьями. Вот как Бог сделал. Почему? Когда только за об этом разговор зашел, не об объединении, а о каноническом признании. То об этом речь шла. Мы сказали, мы всегда признавали патриархию. Об объединении речи ни одного слова не было, когда ездили. На оба совещания в Америку мой брат-отец этим ездил. И когда они там записывали, магнитопоны отбирали, не давали записать. Значит, уже лукавство было до приезлиха. Не давали ничего записывать. Тайно, за углами об объединении рвались. А другие, а мне полковник из КГБ, Никулин Юрий Михайлович, говорит, вот Игнатий Тихонович, объединяются. Теперь мы не растопыренной рукой, а кулаком католиков можем бить. Я говорю, для этого объединяйтесь с католиками бить. А вы-то какое отношение к ним умеете? Понятие-то какое. А чего католики? Они открывают новые и новые епархии здесь в России. Епархии. А у зарубежных есть среди католиков хоть одна епархия? Нет, ни одной. Там живо наведут решку. Надо открытым оком смотреть на все. Он сказал, да Бога решает. Дулевич решает. Благодатный, неблагодатный. Архиерей служит вместе с оттого Макима, а Дулевич знает нельзя. И как? Ну вы на молитве-то проверяйте себя, Николай. Нельзя так. Это ваша нерасположенность. Она позволила, чтобы этот ядовитый от них текло к вам сюда и сюда. Зачем это нужно? Митрополит с нами вместе служит в обеих общинах и поминает каждый раз нашего первосвятителя. А то, что они там нас вышли, он знает, что это никакой роли не играет. Митрополит знает, а Дулевич не знает. Но это он отвечает за это. Я должен за него только молиться и не вмини ему во грех, Господи. Он не знает, что делает. Они пожирают друг друга. Посмотри, что делает Максимов Георги. Отца Головина Владимировна проглотили. Бросились на Андрея Ткачева. Второй вопрос закончим давайте. Все-таки про принадлежность к зарубежной церкви и прочее. Они не могут дать ответ по дипломатическим каким-то соображениям. Правильно? Конечно. Их принудили здесь. А их-то кого там есть? Дать ответ, что все приходы перешли, закрыли. Но говорят, два не перешли. Вы напишите только. А они все равно перейдут. И они все время делают попытку нас затащить. А митрополит этот приехал и все изменил. Приезжают, поминают нашего первосвятителя. Зачем его поминать, если мы к нему не относимся? И он нигде его не поминает, только в наших общинах. Да поминают это по бумажке, потому что это неожиданное такое. Он бы сказал, нет, это не наши люди. Он же не говорит этого. Что интересно, батюшке-отцу Айкиму 40 лет в священном сане. А он с поездки прямо к нам заехал в митрополит. Я награждаю вас крестом с украшениями. И снял с себя крест и надел у него. Я такого никогда не видал. Это не то, что любовь, а превышает всякую любовь. С себя архиерейский крест. Это вообще может, да. Вы видели? Уникальный случай. Но все это заснято. И все говорят, ой-ой-ой. Как вы могли его так к себе привлечь? Любовью. Я сейчас прям сразу вам скину здесь. Что он ответил? Еще раз резюмирую. Вот смотрите. Какие ответы могут быть этим людям? Протерей Айким Лапкин. Он не отлучен от служения. Правильно? Они в него будут документы. Ну как отлучен, когда служит здесь? Он заходит в архиерейский собор здесь и со всеми священниками служит. Архиева приглашают. Как он служит-то? Ну что дурит-то? Вот, соответственно, это уже первая часть ответа. Если он эритик, а к эритикам приходит архиерей, то канун его издвергает из сана. Ну что тут доказывают-то? Какой это дурявишь? Ну зачем вы берете? Это человек, который ничего не знает, с деревянными мозгами, как я говорю. Ему не надо ничего. И он из этого состояния не выйдет. Он умрет с этим. Он продолжает поносить. Он добавляет и добавляет. И, наконец, оборвется где-то. Ну да, то есть, первое, он не запрещен. Он служит. Второе, архиерей с ним служит. Это уже второе. Субтитры создавал DimaTorzok Это уже второй аргумент. А теперь вопрос такой. Вот смотрите, а как может существовать ваш приход без священноначалия? Если у вас ни те, ни эти, никак не окружают. Мы как были, так и поминаем. Наш архиерей, которому подчиняемся мы, Иларион. Но их заставили отречься. Он отошел в сторону и больше ничего нет. Отношения остались те же самые дружеские. Мы за него молимся каждый день. Каждый день, каждое утро на каждом богослужении. Все доказывают. Вы им никакие там не перечисляете деньги, никаких отчетов? Ничего нет этого. Мы и так перечисляем куда надо. Патриархию сожгли. Храм где-то в Беларуси. Батюшка сразу собирает деньги и туда. Библейское общество сибирское переводит на язык аэротов. Они к нам едут. Ну у нас инвалиды там бабки. Но Булатов Алексей Владимирович, председатель этого, директор. И он говорит, вы у меня вышли по количеству жертв на первое место. А это патриархийное все. А это протестантское все вместе. Мы на это не смотрим. Мы для Бога трудимся. Мы тут же деньги собрали и сразу отдали. И всегда шестезначная цифра. Вот как Бог делает. А они нас судят. Пускай не судят. Мы их не судим, что они не дают нигде. Я вот в истории церкви плохо еще пока ориентируюсь. Но вообще вот Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, написано. Да. И вообще вот русская православная церковь, ну вообще в идеале так и происходит. С разными там перекосами, может быть. Но она продолжает тем же самым и заниматься. Чтобы люди веровали во Христа. И чтобы они исполняли заповеди и каноны. Но вот вопрос такой, что если ваш конкретный община, конкретный приход, он никак невозможно его тиражировать почему-то. То есть почему, ну что, люди такие слабенькие стали, они не могут каноны соблюдать. В чем дело? То есть... Давайте то, что мы, когда создавались, сделали запросы, они нас приняли. У нас от них постановление зарубежной церкви. А ее сейчас нету отошло. И никто здесь не будет. Они не будут образовывать. Время ушло. И создать такую общину невозможно ни за какие миллиарды. Потому что они образовывать общину не будут. Они ее не образовывали. Они только приняли нас под свое крыло. Когда за границей был. Вот и все. А что, каноны не могут соблюдать? Не будут. Им надо много. А о рае речи нет. А они до 30 лет 90% священников, наверное, или больше. А у нас нет этого. Раньше 30 лет. С полным троекратным погружением. Катехизация. Если за крещение платят, симония, патриарх Алексей об этом говорит, у нас нигде не платится. А он хочет помочь. Потом, когда придет время, ты поможешь. А здесь нет. У нас все бесплатно делается. С тарелкой не ходят по храму. Каждая свечка у нас по уставу восковая, чисто восковая. С пасеки воск берем. И она гаснет. И у нас ни одного агарка нет за 30 лет. Она должна все сожжение. Помигала, погасла, и ничего нет. Даже это они не могут сделать. Они ворюги. Воруют на каждом шагу. Вот такие огромные мешки полные этих. Вот такие вот. Ломают и туда кидают. Переплавляют. Я даже не выяснял, зачем они это делают. Ни разу не спрашивают. А к священнику, когда идут на исповедь, две свечки положить. Две свечки положили. Набирается быстро. У людей там много. Их они обратно в полную корзину и опять в киоск. И опять продают. А деньги она им отчисляет. Два-три раза. У нас такого нет. У нас нет такого. Я работал там, я знаю. Я работал в храме. Так, а теперь давайте посмотрим на 40 лет вперед. Если предположим, что мы еще не дождемся антихриста. Ну, предположим, мы его не дождались еще. Именно воцарившегося. Мы на 40 лет вперед посмотрим. Вас уже, скорее всего, нету. Протеерия Акима тоже нету. Ну, может быть, вы, конечно, и будете еще. Не знаю. Ну, дай бог. Но, предположим, нету. А кто же у вас будет служить там, в этой уникальной общине, которая сохранена? А мы уже договорились с архиереем. Когда отец Аким уезжает куда-то, он заходит к владыке и говорит, меня тут не будет. И когда потребуется священник, он говорит, хорошо, хорошо. А кого вы хотели? Мы говорим, ну, мы хорошо знаем отца Сергия Беляева, секретаря епархии. Все, уже договоренность, уже все. И раз во время поста мы договоримся, и тогда мы уже дадим, что требуется. Он не за это, а просто отдельно. У нас все это обговорено уже. А кроме того, раз священника нет, в определенное время сходите, причаститесь. Мы же признаем его благодатность. А в общем, остается. Ну, да. Но вы понимаете, получается, что вы все равно, как только отец Аким отойдет от служения, он сразу же, вы перейдете в московскую патриархию? Не перейдем. Не перейдем. Никогда. Это первый мой наказ. Они сразу все разрушат. Я в каждом ролике это говорю. Если у вас священник будет служить в московской патриархии... Он не будет служить. Он будет только, когда нужно будет один раз в пост прийти. В пост для причастия. Совершить литургию и причастить людей. По благословению архиерея. У нас же сейчас, когда батюшка уезжает, а в это время кто-то умер или что-то, сразу звонят епархии, оттуда приходят священник. Ну, мы же не переходим никуда. У нас этого нету. Однако мы там бываем. Как-то приехал наш архиерея. Мы всех ребятишек своих, быстренько в собор, они все там причастились. В московской патриархии. Мы ее признаем. И они считают у нас полное общение с патриархией через местную митрополию. Вот как он написал. Я сейчас вам скину эти материалы. Да, благодарю. Ну, а к тому, что вы как потерянная овечка, за которую вообще-то хозяин должен прийти, бросив стадо, а никто не приходит. Нет. Вот что. Мы не потерянные. У нас напрямую без всяких прокладок. И Господь хранит нас. Благовестническая община. Как это потерянные? Это они потерянные, когда поступают так. А мы не потерянные. Мы поминали и поминаем. Есть наказание за то, что не поминают. А за то, что поминают, такого наказания нет нигде. Никогда. Ни в одном каноне. Мы не нарушили ни один канон никак. А они нарушили. Видят врага приходящего и бросают овечек и бегут. А мы никуда. Мы встали на защиту. И волка сразили. Бог ведет народ свой как ему угодно, но не как людям. Мы ничего не сделали. Мы нигде не отступили. Это они там политическую систему. Путин это все сделал. 365 точек КГБ образовалось в разных странах. Это какая победа? Это ни один самый лучший КГБшник не делал. А он, полковник КГБ. Одновременно у него появилось 365 точек во всех странах мира. Вот что надо знать. Свои люди. У меня знаете о чем ревность? Чтобы люди, которые видят ваш пример, не имели возможности поставить себе препятствия, чтобы ему не следовать. Потому что вот эти все клеветы и прочее, это человек взял себе, о, все, это не те, они не церковь, а я не буду так, значит, как они делать. А раз они не церковь, что пример с них брать? Я вот о чем. Нет, не думайте об этом. Вы не думайте об этом. Скажите, мы образовали деревню, а их 31 тысяча разрушили. Ну, возьмите кто-нибудь еще, почему не делайте? Почему детские лагеря не образовываете христианские, православные? Что спрятались-то? Храмы закрыли, а мы не закрыли. Мы в это время причащались, занятия, все шло как было. Вот и все. Почему? А указ, который издали в церквам от патриархии, они нас не касаются. Все. Мы выиграли, не они. А что мы выиграли, это и так понятно. Мы не закрыли, так же прикасались к иконам и так же благословлялись. Мы ни грамма, ни в чем не изменились. Я просто сам, я говорю, я скидываю некоторым ролики православным своим знакомым. И они начинают искать причину, чтобы не меняться самим. Да, да, да. То есть я все, что угодно про тебя найду, но если твоя святость, твоя жизнь, отделенная от мира, она меня обличает, то я сделаю все, чтобы сказать, что ты не такой, поэтому ты меня не обличаешь на самом деле, а я как жил, так и буду. Вот в чем дело-то. Ну, это их, кажется, выбор так. Ничего тут нельзя сделать. Я об этом никогда не думаю. Я не давал им никакого повода. Мне даже были, а вот вы, там есть люди недовольные, примиритесь к те, где. Я что-то сделал там, я должен выявлять, тогда зачем мне на помойках лазить? За чужую блевотину хвататься. Они имеют что-то ко мне, пусть придут и скажут, что я взял у них. Как Самуил когда говорил, шнурка ни от кого не взял, ремня от обуви. За мной ничего нету, нигде ни от кого. Ни брошенной жены, ни разбоя. Как этого, я говорю, Романов-то, он два раза сидел, там, кого-то задавил, там, и прочее. За мной нет ничего. Моя кандидатура на священника никогда не снималась. Если бы я женился на недевственности, по законам я был бы уже запрещенный. Я не запрещенный. У меня все время я готов. Но это не мой. Я молюсь и вижу, не мое. И, наконец, митрополит согласился, да, кое-где бы вы уже не попали. Ну и потом, я думаю, что очень важно, что есть такие люди, как Игнатий Тихонович, которые могут сказать в лицо правду Божию, не жирая на чины, на лица, не опасаясь никаких последствий. Это очень важно, чтобы звучало голос правды, основывающийся на Слове Божьем. Это как было в древности, пророки вещали, не опасаясь никаких последствий. Это очень важно. Вы обратили внимание на многие такие проблемы церковной жизни, хотел сказать, язвы. Вот это торговля в храме, превращение храма Божия в торговую точку. Сейчас это очень смущает людей, когда в монастырях напичкано много всяких лотков, киосков и так далее. Поведение в храме, поведение в храме, должна быть, конечно, тишина благоговейная. Я помню, как Игнатий Тихонович был приглашен мной в Донской монастырь, куда служили мы по первости, в Даниловом монастыре, не имеющийся освященного храма в самом монастыре. И он был на вечернем богослужении. Помню вот эти слова его насчет перевода синодального. А потом я пригласил, как всегда, как он приглашает каких-то гостей пообщаться с кругом брестских единомышленников, так и я пригласил общаться. Тогда уже зачаток был общины. Назывался «Кружок духовного просвещения». Потом он перерос уже в общину, когда я получил храм во имя свидетеля Никола на Берсененке. И вот не было другого помещения при храме, как только в котельной. Мы тогда зашли в котельную. Внизу агрегаты стоят, туда люди спустились. И вот зашел Игнатий Тихонович, все внизу. Достали блокноты, ручки, чтобы записать. Как всегда, уже стали привыкать к этому. И вдруг зашедший гость, проповедник, стал метать громы молнии. Вот, так что, нетолерантно. Нетолерантно. Мог гром на молнии. Постепенно у людей головы подели в плечи. Потом даже начались клипования. Потому что это были конкретные обличения. Вот ты, допустим, там стояла, болтала на стужбе. Ты ходил и так далее. В общем-то, проник, пронзил то, что, может быть, не удается нам. Ну, сказал и сказал, да. Ну, так бывает, как обсенку горох. А тут, как бы, вот просто до глубины, так сказать, как бы это все проникло в людей, эти вот обличения. Тоже большая актуальная проблема. Ну, что ж, это превращать храм там, я не знаю, вокзал там, или какой-то проходной двор. Вот. Это же недопустимо. Должно быть благоговение, тишина. Я думаю, что, если бы вот все четко прочитывалось, выпивалось, как это было в Оржеве, в Торопедческом храме, где я побывал в канун Покрова, престольный уразник, то, если такая была бы тишина, то уже в значительной степени острота проблемы понимания богослужения, она бы уже несколько притупилась. Потому что вот я стоял на службе, и до меня доходило каждое слово. Ну, конечно, есть там какие-то обороты, может, не совсем людям понятные. Даже в старебяческой среде, вот эта жержевская община, она такое высказывала мнение, что, так сказать, есть некоторые неудобно понятные обороты в книгах богослужебных. Это было в их издании Покровский вестник, так неожиданно для старобрядцов. Вот это качество, качество чтения и пения тоже немаловажно. А помните, как удивительно было, сколько человек там было в этой котельной, примерно? Я думаю, может, 12-15. Я говорю, один из вас предаст. А вот я тут удивился, кто предаст. Вечером уже кто-то настоятель, низенький такой священник был. И он ко мне во время службы подошел, он не знает меня, и называет, выигнаете будете. И вот так, он опять. То есть он не был уверен, что это я. И когда я не сказал, видимо, все-таки ему подтолкнули. Он у меня, чтобы больше слова тут не говорили. А это до того удивился, когда сказал, он какой-то тихий-тихий. Тихий, потому что его не задевали. А то вопросы, которые я поднял, они прям необходимые. Прям необходимые были. В хору у них тут, не хору, а на клиросе поют. Старцы, видно, седые. Бриты вышли там на кладбище как раз. Под ногами могильные плиты, кто-то там взял. И там кресты прям. Но это канун уже запрещает. Я ничего не придумал-то. И сразу я посмотрел, какой канун. Вот тогда мы поближе познакомились. Ну, вот я еще подумал, если бы была бы такая возможность по телевидению, на каналах главных, вот так вот постепенно, вот вам, скажем, бесспорные вещи высказывать. Бесспорные. Вот есть, допустим, вещи, которые такие дискуссионные, а вот такие бесспорные вещи о том же крещении, о подготовке к крещению, о том же образе мужчины с бородой. Вот. И так далее, и так далее. Это бы очень сильно бы на наших современников, соотечественников бы воздействовало. Ну, вот у вас большой такой выход, это в СМИ. Цифры называли внушительные, но ничто не заменит телевизор. Представьте, идем по городу, вот, и у каждого... То же самое, включаешь, соловьев, как его в Москве, там иногда смотрим, там эти передачи, вот. И так далее. Везде, везде, в каждом уголке, до каждого уголка доходит. Ничто не сравнится с телевидением. Это стратегический ресурс, за который будут бороться до смерти. Кто владеет телевидением, кто владеет умами. Вот я так мечтаю, чтобы вам была такая возможность, вам на телевидении выступать. Господи, милосердный Создатель, перед Твоим небом, перед Твоим всемогуществом стою в этот час. Прости мои согрешения, Владыка Мира. Я благодарю Тебя за тот день, за то место, где я впервые услышал слово Евангелие, когда Ты показал мне все мое недостоинство и призвал на путь служения Тебе. Слава Тебе! Я благодарю Тебя за тот путь, который Ты позволил пройти, за скорби, за страдания, за все, что позволил испытать и не отчаяться, и не отступить от следования за Тобою. Ты открыл очи, мои Господи, увидеть все поругание, какое претерпела земля российская. Что враг сделал с церковью, как он рыкает в самом святилище, как священники предали истину. Боже мой, как можем без своей помощи, без все, что Ты даруешь, без Духа Святого устоять. Я умоляю Тебя, Владыка Мира, даруй силы пронести это слово, свидетельство, и все, что Ты позволяешь посеять в сердцах сильных мира сего, чтобы оно дало обильный плод, чтобы земля российская пробудилась для новой жизни, чтобы она исполнила предначертания, чтобы русский народ мог свободно молиться Тебе, чтобы снова святые храмы Твоих открыли двери для народа Твоего. Помилуй нас, Господи, прости грех отцов наших, разрушающих и почти разрушивших, уничтоживших и землю русскую, и народ русский. Мы надеемся на Тебя, Владыка, иной помощи у нас нет. Помоги, чтобы каждый человек, слышавший слово истины, Евангелие, поимел встречу с Тобою с распятым за наши грехи и следовал за Тобою и через Фавор, и через Голгофу до встречи в небесах.